Добрый день друзья с вами одинокий копырь сегодня приехал на место здесь я уже был вот на поле Сегодня пока трава еще не поднялась лес еще не полностью раскрылся сейчас зайду вон туда в лес Вон там была деревенька она с обоих сторон оврага сейчас посмотрим что что осталось Если ничего не найду то поеду на другое поле к дороге которая вела к этой деревне от другой большой деревни через лес Не в предыдущем а через одно видео назад я ходил ну точнее пытался найти эту дорогу но с другой стороны Сейчас карту я внимательно посмотрел я уже примерно понял где она находилась здесь два оврага вот в виде рогов таких и дорога шла вдоль одного оврага Здесь уже я не промахнусь Ну что смотрим я начинаю Ну вот и моя первая находка на сегодня вот такая вот монетка Так секундочку Секундочку Ребята 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 Вы видите это? Сейчас на солнышко может быть Это крестовик Это крестовик Это крестовик ребята Это копейка Это крестовая Как они ее пропустили И сохран то бодрый Блин ребята я я счастлив уже Кстати Здесь недавно были камрады На днях вон накопали Здесь все практически ископаны Но самую главную монету они мне оставили Вот это вот находка Вот такое вот место Вот здесь вот стояла деревня Одна часть на той стороне Вторая часть была на этой стороне Так Ну что я еще похожу здесь Может быть еще какие-нибудь вкусности оставили Петр Второй Алексеевич Родился 23 октября 1715 года Умер 30 января 1730 года Российский император Сменивший на престоле Екатерину первую Внук Петра первого Сын царевича Алексея Петровича И немецкой принцессы Последний представитель рода Романовых По прямой мужской линии Вступил на престол 17 мая 1727 года Когда ему было всего 11 лет И умер в 14 лет от оспы Петр не успел проявить интересы Государственным делам И самостоятельно фактически не правил Реальная власть в государстве Находилась в руках великого тайного совета Петр Второй не был способен править самостоятельно В результате чего Практически неограниченная власть Находилась сначала в руках Меньшикова А затем Астермана и Долгоруких Как и при его предшественнице Государство управлялось по инерции Царедворцы старались следовать заветам Петра Великого Однако консервация созданной им политической системы Выявила все заложенные в ней недостатки Время регенства Меньшикова Мало чем отличалось от царствования Екатерины I Так как фактически правитель страны Остался тот же Только набрав большую силу После его падения К власти пришли Долгоруковы И ситуация изменилась коренным образом В последние годы правления Петра II Некоторые историки склонны считать боярским царством Многое из того, что появилось при Петре I Пришло в упадок Старые порядки стали восстанавливаться Укреплялась боярская аристократия А птенцы и гнезда Петрова Отошли на второй план Со стороны духовенства Были попытки восстановления патриаршества Пришли в упадок армия И в особенности флот Процветали коррупция и казнократство Столица была перенесена из Петербурга в Москву Итогом царствования Петра II Стало усиление влияния Верховного Тайного Совета В который входили в основном старые бояре Совет настолько усилился, что Навязал Анне Иоанновне Ставшей правительницей после Петра Подписать кондиции Передававшие всю полноту власти Верховному Тайному Совету В 1730 году Кондиции были уничтожены Анной Иоанновной И боярские роды Вновь потеряли силу У меня еще одна находочка Вот она еще в комочке Монетка крупненькая Наверно Катя По толщине скорее всего 2 копейки Пока непонятно Ладно Это надо будет помыть Уважаемые комрады Обращаюсь ко всем Закапывайте за собой ямки Это не то что Вот мне после вас неудобно ходить Это очень некрасиво выглядит Вот посмотрите какие комлыки Комлыки Комки Вы оставляете Вот ямки Вот они тут повсюду практически Вон Вон Накопали Убирайте за собой Ведь недолго же Ладно Я иду дальше Так у меня еще монитосик Маленький Подубитель Маленький Это наверное Полушечка Но она уже Ушла Она уже ушла Ладно Вот еще одна маленькая Полушечка ВРП Монетка маленькая Вижу только по И шик Вот так вот ее Отпечатали Хожу по краю Осторожно Потому что здесь уже дом Стараюсь не шуметь Иду дальше Вот такие вот красавцы тут стоят Но явно им не по одной сотне лет А у меня попалась еще одна Полушка ВРП Но состояние уже похуже Вот такая вот Орелик виден Надписи там что-то какие-то видать Но не пойми какие Но она уже уставшая Сейчас вот это вот место буду ходить Вот дубы По краю деревни шли Ну сейчас я вот здесь вот еще пошляюсь Вот из ямки Сейчас выпало вот такой вот Как ее Не знаю как назвать Подвесочка Подвесочка Явно видно старое Да что ты Вот Вот правда на ней вот три дырочки каких-то А так вот я там различаю Там что-то типа барана какого-то нарисовано А с другой стороны Внизу Тоже что-то нарисовано И две буквы МВ Не знаю что это значит Вот такая вот подвесочка Интересно Зачетно Нашел один сигнал интересный Сигнал стабильный 70-75 Глубина достаточно большая Большая Я надеюсь Вам видно Выкопал Вот она Вот она И это у нас Это у нас Деньга Какая-то Деньга Вот такая Вот такая вот Нормальненько Продолжаю Так у меня сигнал Но 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 не совсем чистый Может быть лежит На боку Или это Хрень Так Что-то выкопал Что-то выкопал Ага Кольцо Конино Ладно Забираю и иду дальше Сейчас 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 Потихоньку Начинаю заходить В лес Вон туда сейчас Пойду Кстати Вот здесь вот Он именно Вот там Где дом Там раньше стояла Церковь И там даже До сих пор Кладбище есть А у меня Вот маленькая Монитосинка Возможно Опять ВРПшечка А нет А это пуговица Это пуговица Так Якорь Пушки Наверное А да Якорь Пушки Какая-то надпись По бортам Интересно Надо будет посмотреть Что это за пуговка Ладно Иду Походил по лесу Минут сорок Сигналов вообще нет Но вот вышел на край И сразу же выпало Наверное Две копейки Или три Николаевского формата Года Не вижу Надо мыть Ладно Я еще чуть похожу И пора уже домой Возвращаться Так Вот Вот примерно Вот здесь вот Вот по краюшку Шла дорога Сейчас еще чуть-чуть пройду Да и поеду Пожалуй Ну а какой коп обходится без советской монетки 10 копеек Года не видно Возможно Возможно Заключительная монетка На сегодня Я уже иду К машине Так Находок сегодня Достаточно Я их помою Почищу И вам покажу В конце видео Будет Небольшой отчет И покажу Фотографии Леса уже Зарастают Еще одно место У меня есть На примете А там посмотрим Смотрите Не переключайтесь Время подводить итоги Итоги Меня конечно Порадовали Порадовали Порадовала Копейка Петра 2 1728 Год Остальные монетки Не ахти Вот только вот Полушечка Петровская Еще более-менее Детально Фотографии Находок Будут в конце Так Еще Еще Интересная Находка Даже сказать Неожиданная Это Вот Это Пуговица На ней Написано Second Regiment Это В переводе Второй Полк Second Реджимент Информации Об этой Пуговице Я особо Не нашел Есть Информация О Втором Полке США Который Был основан В их Гражданскую Войну Но Это была Пехота О Военно Морском Флоте Я ничего такого Не нашел Википедии Мне На это Не ответила На пуговице Изображен Якорь И Две Две Пушки Пушки Еще Старых Старых Времен Вот Как она И что Оказалось В чистом Поле В глубинке России Сказать Сложно На пуговице От Рубашки Таких Времен Сказать Тоже Я Не могу Также Попались Вот Такая Камина Несколько Наперсков Немножко Разные Кусочек Кусочек Бубен Кусочек Вот Этот Вот Медальон С Изображением Чего-то Ну Какого-то Животного Ну Зачем-то Здесь Сделали Вот Эти Дырочки Непонятно Ладно Ладно Если Сегодняшнее Видео Понравилось С такой Небольшой Небольшой Исторической Вставкой Про Петра Поставьте лайк Или напишите В комментариях Хотите Вы Это Слышать Не хотите Может быть Просто Показывайте Копать Без Всяких Исторических Замуток Фактов И так далее Ну что До новых встреч на полях Субтитры 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 Субтитры